И в завершении, наверное, разговора про Барсу и Манчестер, Семен Садыба спрашивает, чем вы можете объяснить очередной провальный матч Ливандовский? Очередной провальный матч Ливандовского? Ну, а он точно провальный? Ну, я не знаю, он не выдающийся матч Ливандовского, но я не... Может быть, потому что я не помню никаких моментов с участием Ливандовского, чтобы он запорол, может быть, поэтому, то, что у него не было так много моментов, поэтому он кажется провальным. И просто, что у нас есть? Ту работу, которую нужно было проделывать для мяча в прессинге, Ливандовский проделывал, как всегда, отлично. Те шансы, за которые можно было зацепиться, например, там в начале, после паса Альба, был момент, где он здорово развернулся и пробил, он исполнил на должном уровне. Но больше моментов не было. Почему не было больше моментов у Ливандовского? Потому что команда плохо вообще продвигалась в атаку. Почему команда плохо продвигалась в атаку? Но мы постарались это проговорить. То есть, я даже не обязательно спорю с утверждением, что Ливандовский провел плохой матч. Мне кажется, это просто вопрос формулировок. Но в любом случае, ответ о причинах, я думаю, вами получен. Просто я не уверен, что это обязательно можно... Просто плохой матч Ливандовского подразумевает его степень какой-то персональной вины, что он делал что-то не так. Я тут не очень-то много плохих действий у него видел. Скорее, я увидел классический его уровень, но в других условиях. И эти другие условия контекста матча объясняются. Понятное дело, когда мы просто сравниваем, как ты здорово подметил просто количество моментов. У него было меньше моментов. Значит, вопросы и к нему, и к команде есть. И можно на этом прямо точку поставить. И это нормально. Так тоже можно игроков оценивать. Вот я скорее немножко эти вещи разделяю. Постарался проговорить.